...объему, сказанному, по оптимизированному лечебному учреждению. У нас по Красовайской больнице, по стационару, был замечательный проект. Организация реабилитации детского населения Болезинского района и Северного Куста с круглогодичным обучением. Мы подготовили отличный проект с презентацией. Трем министрам возили. Сейчас Бузничева в этот приезд сказала, может, можно вернуть еще стационар-то обратно. Вот так вот, к сожалению, делается и решаем-то не мы все. А желание было такое. Теперь на уровне России озвучили, это теперь уже тоже пилот. Говорят, что на всех уровнях оказания медицинской помощи должна быть детская реабилитация. То есть мы опередили время и предложили, но нас никто не поддерживал. К сожалению, теперь будем строить, строить сельские отделения. В поводу обращений граждан Алексей записал, значит, я еще раз остановлюсь. Вот многое, что к нам уже дошло, и мы подготавливаем информацию для ответа. Мы уже предоставили Минздрав. Остальные обращения, которые были вручены Людмиле Александровне Бузничевой, они находятся у нее. Вчера я с ней разговаривал, она говорит, все по плану. На каждую бумагу, на каждое обращение будет официальная ответа. Поэтому все, я думаю, что без персон, без фамилий, там можно было что-то показать, распечатать, как был решен тот или иной вопрос. Абсолютно все до одного. То, что сделали мы, значит, сегодня мне разрешили с Минздрава декларировать только то решение, какое было принято. По деньгам ничего не могу сказать, где они найдутся и откуда. Основная тема десанта была все-таки закрытые филиалы, которые сейчас всех будоражат. Для информации чисто, я еще раз говорю, ни в одном районе республики нет филиалов поликлиники. Нету, только в Болеземном. Ну, раз вот так сложилось, значит, население привыкло, приучилось к этому. Решение какое? Первое, на лесобазу будут выделены средства для приобретения еще одного передвижного ФАПа, медицинского комплекса, и мы будем выполнять. Вот сейчас как работают, основная часть населения довольна этой формой работы. Пусть вот так вот есть. Остальное, скорая, госпитальные сегменты, они доступны так же, как для всех остальных жителей поселка. И на той стороне, за жилдорогой в район стройки, или девиза, мы называем, будут выделены средства на строительство модульного сооружения, где будет офис вручал общей правительства. Вот такое решение. Пока по средствам я не имею права говорить, как это было, но я думаю, что доведут эту информацию до населения. Срок реализации 17-18 года. Купить это недолго, это 3 месяца торговых процедур с объявлением конкурса, аукциона и так далее. Вот, коротко прокомментирую. По обращениям граждан, значит, часто говорят, люди звонят и говорят, слушайте, вот там у вас бардак, безобразие, разберитесь. Я говорю, вы можете написать бумагу, недовольны доктором, недовольны качеством обслуживания, еще чем-то. И еще писать я буду. Система работает только тогда, когда есть официальное обращение. Либо интернет-обращение, у нас есть все условия. Хоть ВКонтакте печатайте, хоть на сайт выходите, хоть через администрацию районную, либо в бумажном варианте. Для этого должен быть документ, чтобы начать действовать. И по поводу экспертизы. Значит, здесь специально еще раз повторяю. Все виды экспертиз, а это профессиональная оценка, которая проводится по результатам нашей работы, они открыты, мы можем предоставить. Вот это специально для Старкова, которая все хочет провести общественный контроль в здравоохранении. Вот любую экспертизу, какую хотите, по любому виду услуги, по любому вопросу, есть профессиональная оценка нашей деятельности. Вот что такое, мы говорим, население недовольно нашей работой. Давайте разберем это. Вот разберем на уровне. Вот мы самодостаточные, образованные люди. Спрашивая, со многими общаемся, а чем вы недовольны на самом деле? Так я пришел, во-первых, значит, бахил нет, либо мне не дали. Я просидел 28 минут на приеме, и потом еще тетя Маня ходила с тряпкой, меня с места сгоняло, что тут ходите топчики. Вот теперь я вам задаю вопрос, в каком месте здесь есть качество медицинской услуги, скажите. Если разбирать все от начала до конца, и разложить эту услугу по профессиональной составляющей и по сервисной составляющей. То есть да, есть недоработки маркетинговые, менеджментские и сервисные, что мы что-то не сделали. Только качество услуги, они имеют абсолютно опосредованное значение. Поэтому, когда мы говорим, мне не понравился доктор, который разговаривал тихо, я его не слышал, либо еще что-то. Давайте трезво оценивать. Трезво и понимать, о чем мы говорим. Приходя в платную клинику, что больше всего нас подкупает? Очереди нет, тапочки мне дали, чай налили, полотенце одноразово повесили. Я счастлив, мне улыбались и сказали, мы ждем вас в следующий раз. Это сервисная составляющая, над которой, конечно, нам нужно работать. Конечно, и, конечно, нужно на это выделять время, силы и средства. Я согласен. Но если говорить о качестве медицинской услуги, думайте чуть шире, чем свою удовлетворенность, не путайте с качеством медицинской услуги. Вот это хотел... Продолжение следует...